Приветствую вас, Анна. Я прочитал ваш вопрос, ваш текст. Давайте мы попробуем сейчас, собственно, разобрать вас с тем, что происходит. Итак, встречались, значит, с мужчиной 4 месяца. Он иностранец, но получает гражданскую расхитку федерации. Вот. Значит, ну, здесь, пожалуй, первый такой небольшой комментарий, да, что вы выбираете иностранца по определенным критериям. Соответственно, по каким сошлись вы просто характерами, либо у вас было что-то общее, вот. Либо, может быть, вы просто друг за друга зацепились как-то в результате какой-либо нужды, вот. Ну, то есть, мне кажется, что эти моменты очень важно отсмотреть. Дальше. Все его родственники в Москве, я тоже в Москве. Отношения были теплыми, семейными, виделись каждый день, и каждую ночь, но он женат и имеет маленького ребенка. В России работают, потому что здесь и его родственники. А в стране, в его стране осталась женатая ребенка. Анна, ну, а вы, вот сами, как вообще относитесь к тому, что ваш мужчина женат, и, соответственно, так или иначе, он не свободен? То есть, как минимум, чтобы ваши отношения были теплыми и семейными, действительно теплыми и семейными. Нужно, чтобы, ну, чтобы он хотя бы развелся за своей женой, а он этого делать по какой-то причине не собирается. И у меня вопрос, собственно, обсуждали ли вы с ним этот момент или нет? Если обсуждали, то как, что он говорит, что он планирует делать, потому что, если мужчина не разводится за своей женой и ребенком, то очень может быть, что он и не планирует этого делать, и очень может быть, что жену и ребенку он планирует перевезти сюда. Громе того, вы абсолютно ничего не пишите о том, какие у него отношения с женой и ребенком. Ничего не пишите о том, как вы относитесь к тому факту, что у него как бы семья, и вы как бы эту семью, ну, вроде как, разрушаете. То есть, понятно, что мужчина к вам проявлял инициативу, понятно, что вы имеете право на эту инициативу ответить, это все, безусловно, так. Но вы-то с вами как хотите быть единственной женщиной в жизни мужчины, или хотите, чтобы он делил вас с кем-либо еще. А пока получается, что именно это он и делает. То есть, делит вас с другой. Так, значит, в России работают, потому что здесь и его родственники. И его родственники. Ну, это тоже очень такой странный выбор. Работают именно там, где твоя семья, а не родственники. То есть, получается, что им родственники дороже жены и детей. Ну, в общем-то, тоже нюанс, тоже момент. И мне кажется, что, ну, вот, это очень тонкий, на самом деле, аспект, который вам тоже нужно для себя прояснить. Конечно, можно предположить, что у него есть какие-то проблемы в семье своей. Но тогда, если у него есть какие-то проблемы в семье, очень может быть, что человек эти проблемы решать не готов. То есть, они у него есть, он от них убежал, и он их не решает, в том числе, и не разводит. Соответственно, это вызывает вопросы об ответственности мужчины за себя и за свою жизнь. Что тоже является очень важным моментом. Не менее важным моментом является и то, какой он националист, потому что, если это восточный мужчина, то, соответственно, к женщинам отношение у него специфическое, которое нам, русским людям, может быть не всегда понятно. Ну, в силу наших традиций, в силу наших культурных особенностей. Вот, наступил момент, когда он уехал к себе домой. Зачем он уехал к себе домой? Звонил за месяц, сразу 4-5, говорили долго, все было хорошо. Страшно, вот, жду ли я его, очень скучает, говорит. Это все здорово, но вы отдавали себе отчет, что он мог спать со своей женой? Что он мог со своей женой, там, вообще быть в отношениях, что она могла даже не знать о том, что есть вы и так далее. Вот. Значит, тут у нас с ним произошел небольшой конфликт на почве того, что из-за того, что он звонит раз в неделю-две, мне не хватало его. Ну, а в чем проявляется ваша нехватка его? В чем проявляется ваша нуждаемость в нем? Какова природа этой нуждаемости? А насколько эта нуждаемость направлена на самого человека, а не на вас? Смотрите, здоровые отношения строятся когда? Когда энергия человека направлена на другого, не на себя, на другого. И у меня здесь возникает вопрос, если вам не хватало его, то в чем и почему? Если вам не хватало его, то по какой причине вы не сказали ему? Изначально, что хочется больше говорить, ну, хочется больше разговаривать. А терпели, подавлялись, ждали, и в итоге разозлились и взорвались. Согласитесь, важный момент. Момент о том, насколько вы можете говорить о своих чувствах, насколько вы умеете попросить что-то, что вам нужно. Вот. В итоге он ответил, что он слышал, меня и пропал по связи. Ну, опять же, если это восточный человек, то подобная реакция взрывная ему не понравилась. Потому что для восточных мужчин, подобное поведение женщины является неприемлемым. Если мужчина не восточный, я полагаю, что просто вы его чем-то задели, либо он бы посчитал вас истеричкой. Что, в общем-то, тоже хорошего мало. Вот уже пошел другой месяц в пищевых, как он не выходит на связь. Я ждала его звонка, очень ждала. А сами позвонить, видимо, нет возможности. Пыталась найти его через знакомых и друзей в другой стране. А как именно найти, что это значит? Ответа не поступило. Какого ответа не поступило? Какой ответ должен был поступить? То есть, вот тут непонятно. Успокоиться и оставить эту ситуацию я не могу. Так как еще между нами с ним не решены вопросы и делового характера документального. Ну, если документального характера у вас есть дела, то я полагаю, что необходимые документы стоит послать ему по адресу своего проживания, который, безусловно, известен его родным. Надеяться, что жизнь все-таки приведет его обратно к вам, не стоит. Потому что это означает полное снятие с себя ответственности и переносе ее на жизнь. Что является для вас очень деструктивным. Что касается поговорить с ним, ну... Вы только вдумайтесь в то, что вы пишете. Надеяться, что жизнь все-таки приведет его обратно ко мне, хотя бы, чтобы поговорить с ним, чтобы он вышел на связь. Какая жизнь приведет его обратно к вам? Что это значит? Здесь у меня есть ощущение, что вы за себя ответственности не несете, вы, ну, не отвечаете за себя и полагаете, что есть некая доля у вас зависимости уже от мужчины, да, то есть потребности в его любви, потребности в его заботе и так далее. Это, по сути, детская позиция. То, что вы сейчас вот делаете, это детская позиция. Это позиция ребенка, который недополучил любви. То есть у вас, я так понимаю, заниченная самооценка. Раз вы готовы ждать мужчину, которая женат, у которого ребенок, и который так с вами поступает. Соответственно, заниченная самооценка, в первую очередь, я и предлагал бы вам работу. Заниченная самооценка форсформируется либо в семье родительской вашей, либо в результате какого-то негативного опыта, который был в вашей жизни, но опять же, благодаря неверным установкам, которые у вас были в семье. То есть я предлагаю смотреть в корень проблемы. То есть вне зависимости от того, придет мужчина к вам или не придет, вернется, или не вернется, вам нужно становиться более свободной. И попробуйте себе честно ответить на вопрос, я вообще достойна того, чтобы вот так, в таком положении находиться. От него, ну, в такой зависимости от него находиться. Вы пишите, безумно скучаю, надеюсь, каждый день на его появление снова. Как быть? Как быть? Ну, собственно, перестать скучать, а для этого определить нуждаемость. Если у вас любовь, то, соответственно, любовь, это направленность на другого человека, да, как я уже сказал. Соответственно, вы скучаете, значит, здесь направленность на себя. Значит, это ваша потребность, либо потребность, либо страх. Соответственно, со страхом, либо потребностью, нужно работать, чтобы от страха избавляться, да, то есть раскрыть его, а по потребности учиться и грамотно удовлетворять. При этом, еще раз повторю, это не означает, что вам нужно его забывать, не означает, что нужно хотеть его оставить, нет. Это просто означает вашу более, ну, более выраженную независимость, скажем так, от человека. Чувствую, что не все потеряно. Ну, здесь, конечно, опять же, у вас очень много вот этого, вот, надеяться, что жизнь приведет его ко мне. Чувствую, что не все потеряно. То есть, такое ощущение, что вы не склонны анализировать, вы не склонны смотреть на реальную жизнь, вы не склонны смотреть на мир таким, какой он есть. То есть, мне кажется, вы склонны идеализировать, а это тоже, в общем-то, детская позиция, идеализация, эмоциональная незрелость, возможно, и, соответственно, страх, опять же, за всем этим стоит страх. То есть, видимо, возможно, вас нечто вынуждает оставаться в этой идеализации, возможно, нечто вынуждает вас не расти дальше. Ну, что-то, ну, в определенный момент произошел какой-то вот сбой, да, в формировании вашей личности, и сейчас у вас, значит, такая вот ситуация возникла. Помогите, пожалуйста, с советом. Ну, совет, вы знаете, психологи не дают советов, это абсолютно точно, профессиональные психологи дают рекомендации. Моя рекомендация вам такая, что вы зависимы от человека, соответственно, работать нужно в скором зависимости, потому что вы даже не пишите, что вы любите его. А уже четыре месяца, это не так много, особенно с учетом того, что у него жена и ребенок. Вот, в другой стране, пусть и даже в другой стране, в другой стране. Вот. Поэтому, если у вас были очень страшные отношения, это ничего не значит. Это ничего не значит. То, что вы уверены, что не может так резко оборваться, это, опять же, к сожалению, только ваше убеждение. Ваше убеждение, потому что вы не готовы принимать такой реальность. Я вас понимаю, вам нужен мужчина рядом, вы не хотите, чтобы эта такса закончилась. А вдруг? А вдруг? Вдруг закончилось? Что тогда? Что тогда? Что тогда вы будете делать? Основная ваша позиция, точнее, ее дефект, заключается в том, что вы не допускаете развития другого варианта событий. То есть, вы, вот, не верите в то, что, по сути, может случиться по-другому. А даже вы говорите о том, что, вот, вы спрашиваете, да, что делать? Что делать? Надеемся, что жизнь все-таки приведет ее обратно ко мне, хотя бы с тобой поговорить, чтобы он вышел на связь. Либо, вот, обычно человек говорит, либо, сейчас вы предлагаете свой вариант. Либо, а либо вы не написали. Понимаете? Вы говорите, ведь я не могу его забыть и не хочу. Но то, что вы не можете его забыть, это ваша проблема. То, что вы не хотите его забыть, это тоже ваша ответственность. К другому человеку это отношение не имеет. Именно потому, что вы арестированы на себя, я увидел здесь детскую модель. Я увидел здесь позицию ребенка у вас. И вот эта позиция ребенка, она не является конструктивной для построения отношений. Потому что отношение это партнерство, это равенство, но это никак не могу и никак не хочу. Понимаете? Вот. Я думаю, что так. Я думаю, что так. Вам больше нужно рациональности. Вам нужно больше анализировать. Вам нужно от слова не могу и не хочу отказываться. И все-таки больше прислушиваться к тому, чего вы действительно хотите. Вот. И воспринимать все-таки выбор человека как выбор. Вот. И повышать свою самооценку. Это вот то, что я могу дать вам. Это то, какую я рекомендации вам могу дать. Что касается, значит, того, что надеется, что жизнь приведет его обратно к вам. Может быть, приведет. Но только можно ли доверять мужчине после такого поведения? Можно ли его принять после такого поведения? Можно ли его простить? Не обесценит ли это вас в его глазах еще больше? Не обесценит ли это вас в ваших глазах? Понимаете? Потому что мужчина высказывает вам явное пренебрешение, явное безразличие. А вы хотите еще что-то с ним обсудить. Потому что, опять же, это нужно вам. Вот. Я понимаю, я понимаю, что вам это нужно. Вот. Я понимаю, что вы в этом нуждаетесь. Я отдаю себе в этом отсчет. Но тут момент какой, что помимо вас есть еще и, собственно, другой человек. Вот. И вы, соответственно, ну, вы, соответственно, ориентируетесь не только на себя, да? И, ну, и... И на него в том числе тоже. Вот. А пока вы ориентируетесь только на себя, это и есть детская деструктивная позиция. Которая вам причинит только страдания. К сожалению. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пог territories. Продолжение следует...